Уважаемые наши коллеги, партнёры, друзья, клиенты, мы рады вас видеть сегодня. Я думаю, что кто-то из вас был на первом нашем семинаре, на первом нашем встрече, которое проходило в феврале месяца этого года в отеле Рейхерс, если я не ошибаюсь, мы собирались. Туда было не очень приятное условие, зима была суровая, сейчас вроде бы немножко потеплее, хотя тут нельзя сказать, что здесь намного теплее, но зато, по крайней мере, мы будем внимательно слушать, не будем засыпать, не будет нас отвлекать желание побороться со сном. Друзья, мы рады вас приветствовать здесь, мы рады вас видеть, и хотим, чтобы это время, которое мы проведём здесь вместе с вами, вы вместе с нами, чтобы оно было полезным как для вас, так и для нас. Мы привезли с собой много информации, о которой мы готовы поделиться с вами, для того, чтобы вы получили больше представлений о наших продуктах, о наших препаратах, которые мы вам предлагаем, для того, чтобы вы потом смогли своим покупателям, своим клиентам, возможно, больше рассказать о них, возможно, лучше рассказать, чтобы ваши продажи увеличились, чтобы вы были более опытными, более авторитетными для своих покупателей, вы можете предоставить должного уровня консультации. Поэтому мы вам, в принципе, предоставим информацию о тех препаратах, которые вы уже знаете. Мы вам расскажем немножко о новинках, которые появились в нашем ассортименте, возможно, чего-то не было раньше, что-то точно за эти полгода, пока мы не виделись, у нас новое появилось, мы хотим показать, рассказать. Добрый день всем присутствующим, как вам меня уже представили, меня зовут Жигарова Тарас, я специалист одесского филиала торгового дома «Кисон», и в этом блоке нашего семинара речь пойдёт о минеральных удобрениях, предназначенных для корневых и внекорневых продуктов производства торгового дома «Кисон». На сегодняшний день сложно представить себе технологию выращивания абсолютно любой культуры без использования того или иного вида подкормок. Это могут быть как листовые подкормки, вне корневые, так и корневые подкормки, то есть использование капельного орошения. На рынке представлено огромное количество препаратов. Это могут быть как моноудобрения, комплексные удобрения, предназначенные для тех или иных видов подкормок. И тут возникает вопрос, как же конечному потребителю просто не заблудиться в этом огромном тяне выбора и найти именно тот препарат, который соответствует конкретно его потребностям, его ожиданиям. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, да, в помощь нам приходит знаменитая одесская поговорка «Всем немножко явление». Что это означает? Это означает, что если я всё-таки решил пойти на привоз и расстаться со своими кровными, то товар должен быть обязательно высочайшего качества, по очень хорошей цене и обязательно лучше, чем тот, который купил вчера фильм о смысле Ядовской. Согласитесь, все мы любим покупать выгодно. Поэтому, что касается рынка удобрений, то на нём всегда будет востребован препарат высокого качества по хорошей конкурентной цене, который отличался под теми или иными преимуществами по сравнению с препаратовыми аналогами. Именно такими принципами пользовались специалисты торгового дома Кисон при разработке препаратов серии «Плантатор» и «Мастер Агра». Высокое качество данных препаратов обеспечивается постоянным контролем производства, поскольку хочу ещё раз подчеркнуть, что торговый дом Кисон является непосредственно производителем данного препарата. Преимущества относительно цены обеспечиваются тем, что это отечественные препараты, что делает их априори более выгодными в сравнении с западными препаратами-аналогами. Но относительно дополнительных преимуществ мы с вами поговорим чуть-чуть позже, в ходе презентации. Как уже было сказано, препараты «Плантатор» и «Мастер Агра» — это комплексные минеральные удобрения. Главное их отличие друг от друга заключается в том, что препараты серии «Плантатор» предназначены для внекорневых подкормок или работы по листу. Препараты серии «Мастер Агра» предназначены для корневых подкормок и в капельку до коригации. На сегодняшний день данные препараты представлены в 25-граммовых, 100-граммовых упаковках. И для выращивания на больших площадях препараты «Плантатор» представлены в килограммовых и 5-килограммовых упаковках. Она у меня не будет поднимать. Надеюсь, вы ее увидите. Что касается нормы расхода данных препаратов. Норма расхода данного препарата составляет 5-грамм на 2-литра воды и 25-грамм на 10-литров воды. Еще раз. 5-грамм на 2-литра, 25-грамм на 10-литров воды. При работе на больших площадях норма расхода препаратов «Плантатор» составляет 150-200 грамм при работе в закрытом грунте и 250-300 грамм при работе в открытом грунте. Дорог расхода препарата Мастер Аккер составляет 5-8 кг на гектар. Состав препаратов. Вообще, когда мы говорим о любом удобрении, состав это первое, на что нужно обращать внимание. Вы знаете, есть такое выражение, говорят, что даже если человек совершенно ничего не понимает в химии, он обязательно полностью изучит состав шампуня, лежа в ванной. Так вот, что касается удобрений, то на состав мы должны посмотреть в первую очередь, а не потом, когда у нас где-нибудь будет время. В состав препаратов Плантатор и Мастер Аккер входят макроэлементы, это все нам хорошо известные, азот, фосфор, калий в различных концентрациях, мезоэлементы, кальций, магний, сера и микроэлементы, железо, цин, бор и так далее. А теперь о дополнительных преимуществах, которые я вам, собственно, и анонсировал. Кроме всего, вышеперечисленного в состав данных препаратов входят фитогормоны, аминокислоты, витамины, а также в состав линейки Плантатор входит прилипатель. Тут, собственно, у конечного потребителя возникает вопрос, а зачем же нам нужны эти продукты преимущества, что конкретно я от них получу, зачем это вообще нужно? Собственно, сейчас мы на этот вопрос с вами и ответим. Аминокислоты, которые, как я уже сказал, входят в состав данных препаратов. Аминокислоты, то, что нам еще закладывали со времен школьных баров, аминокислоты – это строительные кирпичики, составляющие белков. Все белки представляют из себя определенную цепочку аминокислот, причем если в этой цепочке выпадает хотя бы одна аминокислота, то уже создание белка становится просто невозможным, а белки – это, как известно, основа всего живого. Любой живой организм состоит из белков, жиров и углеводов. На сегодняшний день в мире известно около 100 аминокислот, причем лишь 20 из них входят в состав тех или иных белков. Большинство из этих 20 аминокислот растения синтезируют самостоятельно в ходе естественных физиологических процессов. Однако, есть такой нюанс. Определенные виды аминокислот отличаются за конкретные процессы, которые подтекают в растении. Правильно даже сказать, что те аминокислоты формируют определенные белки, которые уже в свою очередь отвечают за те или иные процессы, протекающие в растении. Что это значит для нас? Для нас это значит, что увеличивая концентрацию тех или конкретных аминокислот, мы можем непосредственно влиять на физиологические процессы, которые протекают в растении. В состав препаратов «Плантатор» и «Мастер Акро» входят такие аминокислоты, как глицин, аргинин, трептофан. Глицин отвечает за создание так называемых структурных белков. Что это за белки? Структурные белки высвобождаются, когда растение находится в состоянии стресса. Когда растение попадает под действие засуд, заморозков, избыточного засоления и так далее. Главная роль структурных белков заключается в том, что они укрепляют стенки клеток растений и, соответственно, увеличивая тем самым в первую очередь засухоустойчивость растений, что является очень актуальным вращивании в любых регионах Украины. Аргинин. Аргинин, главная его функция заключается в том, что он помогает поглощать питательные элементы растению, как из почвы, так и с поверхности растений, после чего помогает выполнять транспортную функцию питательных элементов между органами растения. Кроме того, как все вышесказанного, аргинин увеличивает морозоустойчивость растения, увеличивает его адаптивные функции к заморозкам. Триптофан в первую очередь отвечает за укоренение молодых корыжков. Каким образом это происходит, мы посмотрим чуть-чуть дальше в процессе презентации. Как я уже сказал, в состав наших препаратов входят фитогермоны. Вообще, в растении, в любом живом организме протекает ежеминутный, ежесекундный, ежечасно огромное количество физиологических процессов. Это можно сравнить с жизнью какого-нибудь крупного мегаполиса. Обычный обыватель даже не подозревает, сколько процессов протекает в отрыве него. Например, скажем, это электроснабжение, подача воды, вывоз мусорной металли, когда-нибудь и так далее. Причем, за каждый из этих процессов отвечает та или иная служба. Что касается живого организма, то за каждый процесс физиологический, который протекает в нем, отличают те или иные гормоны. А если мы говорим о растительном организме, то фитогермоны. То есть, фитогермоны – это естественные регуляторы роста и развития растений. В состав наших препаратов входят такие фитогермоны, как ауксины, гиберлины, цитогенины. Наиболее интересный из этих фитогермонов – это ауксины. Почему же он такой интересен? Он интересен своим открытием. Это один из первых фитогермонов, которые были открыты человечным еще в конце 19 века, выдающимся ученым, который славу всемирную получил совсем не этим открытием, а теорией о том, что человек произошел от обезьян. Я думаю, все вы знаете этого ученого. Его имя Чарльз Дарвин. Именно он в 1881 году описал действия фитогермона ауксина. Он провел такой эксперимент, он про рост и пшеницы освещались только с одной стороны. И спустя буквально несколько дней было обнаружено, что они изгибаются в сторону света. Что, собственно, и зафиксировал Чарльз Дарвин. Так вот, действия фитогермона ауксина. Ауксины отвечают за деление и рост клеток. В основном они находятся в корневых милистемах, в молодых корешках. Собственно, отсюда и есть общепринятое утверждение, что ауксины отвечают за укоренение. А, собственно, за формирование ауксинов отвечает аминокислота триптофана, о которой я говорил несколько ранее. Находясь в надземных частях растения, ауксины выполняют ту же самую функцию. Причем на свето она происходит быстрее. Собственно, именно это Чарльз Дарвин и отметил в своих работах. Что касается гиберлинов. Их открытия не менее интересные. Их открыли в Японии при изучении так называемой болезни риса бакане. Или, проще говоря, болезни дурных побег. В ходе изучения этой болезни было установлено, что высокие концентрации гиберлинов приводят к ослаблению и удлинению стебля. Ну, конечно же, главная задача, их полезность далеко не в этом, а в том, что они помогают накапливать растения в питательные вещества, а именно углеводы, тем самым увеличивая биомассу растений. Цитокинины не настолько, скажем так, их открытие не настолько было феерическим, как предыдущих, сказанных от этого. Они становятся менее важными для растений. Цитокинины отвечают за правильное заделение клеток. Простите, я не могу говорить. Как я уже сказал, в состав наших препаратов входят в витамины. Вообще, когда мы говорим о витаминах, да, вы, возможно, вспомните еще с детства, вот что нам в первую очередь приходит на ум, когда мы говорим о витаминах. Ну, наверное, то, что они полезны, да. Мы знаем, что пить по утрам яблочный сок хорошо, потому что он полезный, да. Такое вот утверждение абсолютно, естественно, абсолютно нормальное. Но что мы закладываем в термин «полезное», да. Когда мы говорим «полезный человек», «полезная вещь», мы закладываем смысл, что это что-то, что нам помогает. Так вот, витамины, это именно эту функцию они в растении и выполняют. Они помогают, они выполняют вспомогательную функцию. Так, например, витамины серии БП помогают поглощать фосфор. Витамины серии Б1 помогают поглощать и транспортировать, разлагать серу непосредственно в растительном организме. Итак, как уже было сказано на сегодняшний день, у нас в серии «Плантатор» входит 5 видов препаратов. Для того, чтобы конечному потребителю было, скажем так, удобнее разобраться, когда его необходимо использовать, название данных препаратов совпадает с пазами развития кладовых и облачных культур. Но главное, что мы должны отметить для себя, название, оно идет для конечного потребителя. Определяющая составляющая, которая говорит нам о том, когда используют тот или иной препарат, это его состав макроэлементов, это комбинация макроэлементов, которые в него входят. Так, например, в «Плантатор» начало дозревания входит азот фосфор-калий в соотношении 30-10-10, то есть 30% азота, 10% фосфора, 10% калий. Мы знаем, что большинство культур особую нехватку в азоте и в особую потребность используют именно в начале вегетации. Собственно, отсюда идет и такое название. Но для себя мы должны понимать, что данное удобрение можно использовать и в другие фазы при признаках нехватки азота растений. Следующий у нас препарат, «Плантатор» цветения бутонизации, это удобрение с повышенным содержанием фосфора. В него входит 54% фосфора. Как мы все хорошо знаем, что фосфор отвечает за генеративные функции, но кроме всего этого, очень важная роль фосфора принадлежит в том, что он обеспечивает свернение растений, он отвечает за рост корневой системы. Поэтому данный препарат можно рекомендовать и активно использовать как при высадке рассады, так и при подготовке к растениям в перезимовку, например, на зиму. Следующий наш препарат, препарат, который называется «ЗАВИЗ», соответствует фазе завязи, это фосфорно-калийное удобрение. В него входит 25% фосфора и 50% калия. Несмотря на название, собственно, «ЗАВИЗ», когда мы говорим о плодовых культурах, об овощных культурах, мы его можем рекомендовать, использование в эту фазу, мы также можем его использовать при подготовке выхода многолетних культур к зиме, когда, собственно, нужно, чтобы проходило накопление сокров в многолетней древесине. То есть сегодня задавали вопросы по винограду, так вот, именно когда мы готовим виноград к выходу к зиме, после уборки урожая, для того, чтобы лаза хорошо вызовала, очень целесообразно пользоваться данным препаратом. Следующий препарат, пунктатор, 23-20, универсальное удобрение, где все макроэлементы находятся в одинаковой концентрации, в процентах 20-20-20. Его можно рекомендовать, он тут у нас называется «Рост плодов», но это удобрение, это комплексное удобрение, которое, собственно, можно использовать на всех фазах вегетации, но за исключением уже, когда растение происходит, дозревание плодов, да, когда нам нужно сократить азотное питание. И, наконец, последний препарат из данной линейки, это калийный препарат, называется «Дозревание плодов», формула его составляет 5-15-45, то есть, еще раз хочу обратить внимание, что упор сделан на калий, и сделано это как раз с той целью, чтобы обеспечить накопление сахаров в конечном продукте, чтобы обеспечить его лёжкость, если речь идет, опять-таки, об обычных культурах оплодовых, там, не знаю, например, персики, для того, чтобы получить качественную конечную продукцию. Сейчас я предлагаю вам посмотреть видеоролик о практическом применении данных препаратов, с чего мы продолжим. Что может быть слаще спелой клубники, ароматнее, налитой солнечным светом земляники, пропитанной соками земли ежевики и нежнее спелого винограда? Что может быть полезнее ягоды, выращенной с любовью и заботой? Михаил Михайлович, расскажите, пожалуйста, когда и с чего начиналось ваше хозяйство? 16 лет назад, первые лозы, приобретенные в Запорожье, от Ключикова, вырастили сами саженцы, и пока росли саженцы, нужно было за что-то жить, высадили землянику в Междурядье. Мы даже не знали, собственно, ту культуру так досконально. Высадили, и весной мы уже, это та культура, которая дает быструю отдачу, весной мы уже получили первые ягоды, нищета была полная, да, я работал в управляющем хозяйстве, вот, шла великая перестройка, да. Ну, весной мы получили ягоды первые, и мы могли ее реализовать, она пользовалась спросом. Это первая, вот такая ласточка, пока рос виноград, не было ни воды здесь, ни скважин, ни света, абсолютно ничего. И поливали мы землянику с кружечки, буквально с кружечки, да. Ехал трактор так по колее, после дождяка сделали колею, чтобы он вставил из-за медленной передачи, он потихонечку двел, и сзади крючкой поливали. Уже очень сильно хотелось это сделать. Какие самые яркие такие воспоминания остались от этого первого года работы? Яркие, это когда получили, вот, на следующий год мы получили первые плоды винограда. Зарплата, вот, людей, которые помогали, рабочих, была 3 гривны в день, но мы платили 5, то есть за одну грозь винограда люди могли работать 3 дня буквально. Когда мы стали, еще ехали с одного, там, с гостей, остановились там на оптовом рынке, мы купили целую машину капусты. Мы сели, посмотрели супруга друг на дружку, посмеялись, то есть мы взяли целую машину капусты за одну гроздь винограда, за 1 килограмм. Вот, это нас как бы, да, вот, да, впечатлило нас, это подстегнуло к работе. Постепенно труд и вера в успех начали приносить первые плоды. Со временем, в поисках опыта выращивания лучшего винограда и ягод Михаил Павлицкий побывал во многих странах Европы, Америки и Азии. Какой отпечаток оставили эти поездки на введение вашего бизнеса, вашего хозяйства? Шок сразу, действительно. Мы поехали, посмотрели, мы увидели, что мы работаем вообще, вот, в средневековье. Да, как мы увидели, как работают люди, какое качество винограда. Мы увидели технологии, мы опять что-то оттуда притянули каких-то новых сортов и начали собирать по всем любителям виноградариям, вот, селекционерам по миру, вот, новые сорта испытывать. Кардинально поменяли весь подход. Сегодня фермерское хозяйство Павлицкий – это 20 гектаров земли на берегу Каховского водохранилища. Обильный урожай винограда, малины, клубники и ежевики. Каждая ягода здесь выращена с использованием мирового опыта и лучших современных технологий, разработанных за рубежом и в Украине. Михаил Михайлович, что у вас на столе, вот, расскажите. Да, мы уже два года пользуемся плантатором. Здесь, например, фосфорный, вот, 10-50-10. Вот мы используем его на рассаде земляники. Мы его вносим уже на кассетную рассаду, на производство других видов рассады, вот. Корень и так появится, ну, через две недели, а здесь появится через пять дней. То есть все опрыскивания, не специально мы делаем, только вот работая плантатором, мы работаем фунгицидом или инсектицидом и всегда добавляем плантатор. Это просто как отчинажная. Прекрасный препарат, достойная ценовая политика. Удобрение плантатор поставляет торговый дом Кессон. Крупная украинская компания, занимающаяся оптовой торговлей в сельскохозяйственном секторе уже более десяти лет. Плантатор – это комплексное минеральное полностью растворимое удобрение, разработанное специалистами для листового питания сельскохозяйственных культур. Профессионально подобранное соотношение макро- и микроэлементов в хилатной форме эффективно дополняет корневое питание и позитивно влияет на развитие растений. Расскажите, Михаил Михайлович, как вы начали замечать вот это позитивное влияние удобрения на растения? У меня рынка есть базар. Чем быстрее собрали, тем больше заработали. Потому что то оно может стоить 100 тысяч, а то оно может стоить 20 тысяч. Те же ящики, те же ручки людские. Обработавшие калийным удобрением, растение может в силу прохладной ночи так и висеть бледным еще дней 5. Нет такого времени, уже начинает навозить на рынок. Мы начали работать калийным удобрением и начали ставить сначала 10 человек, потом видим, что 20 человек нужно ставить созревание продукции. И там еще тысяча всяких преимуществ, наверное. И самому растению, и формированию цветочной почки, если это ремонтантные сорта для дальнейшего. Не всегда же надо думать, вот сейчас собрали, а что будем собирать через неделю, через две недели. В состав плантатора входят самые важные для развития растений макро- и микроэлементы. Доступные для усвоения азот, фосфор и калий питают сельскохозяйственную культуру, улучшая вегетацию, повышая плодоносность и качество урожая. Сера активизирует азотный и углеводный обмен, обеспечивая активное дыхание растений. Магний, входящий в состав хлорофила и присутствующей формуле плантатора, принимает участие в передвижении фосфора в тканях растений и углеводном обмене. Влияет на активность окислительно-восстановительных процессов. Универсальный набор микроэлементов регулирует рост и вегетативное развитие растений. Но особое внимание стоит уделить фитогормонам, витаминам и аминокислотам, входящим в состав плантатора. Что, по вашему мнению, отличает плантатор от аналогичных удобрений? Мы видим просто результат и ценовая политика, потому что это немаловажно. Можно создать такую технологическую карту, что не будет порога экономической эффективности. То есть не нужно заниматься тогда. Тогда нужно или выращивать мак, или коноплю, и так далее. То есть должно быть все сбалансировано. Мы вносим, например, тратим 100 гривен, но мы знаем, что мы получим 1000 гривен. То есть должно быть все экономическое обоснование. Мы не можем потратить 100 гривен, чтобы заработать 50. Уникальный комплекс аминокислот усиливает стойкость растений к стрессам, увеличивает концентрацию хлорофила, позитивно влияет на опыление и формирование плодов. Фитогормоны активизируют все физиологические процессы в тканях растений, выводят из состояния покоя спящей почки и стимулируют деление клеток. Комплекс витаминов группы В ускоряет рост листьев, задерживает их отмирание, благотворно влияет на темпы развития растений. А прилипатель способствует повышению эффективности и длительности действия удобрения, что позволяет использовать препарат не только эффективно, но и экономно. И главное, плантатор идеально подходит для удобрения всех видов сельскохозяйственных культур. Несколько формул удобрений, рассчитанных на разные этапы развития растений максимально питают культуру в определенные фазы ее роста. Высокая эффективность использования препарата на ягодах уже доказана на практике лучшими фермерами Украины. Мы вот заметили, что выращивать, создавать на сегодняшний день – это самое простое для нас, самое интересное, самое доступное для большинства людей занятие. Очень сложно психологический такой вот вариант в плане реализации своей продукции. Чтобы это было… Она не может быть, в приори, она не может быть дешевой. В апреле месяце, 3 апреля землика не может быть дешевой. И не надо там хвастаться, что вот у нас землика по 10 гривен 3 апреля. Какие мы молодцы. Такого быть не может. Выращивать, кто хотя бы прокрутил года 3 производство, и если он очень от природы ответственный и вообще порядная людина, то у него все получится. Ежегодно с 1 гектара земли здесь получают от 15 до 35 тонн винограда, от 15 до 30 тонн ежевики, 15-20 тонн малины и 20-30 тонн земляники садовой. Более того, сегодня фермерство Павлевские – это известный и авторитетный в Украине поставщик саженцев ягодных культур. Это передовое украинское хозяйство стало для многих примером и стандартом выращивания натуральных и полезных ягод, потому что здесь знают цену профессионализму и выбирают только лучшее. Так, вот такие вот замечательные препараты входят в состав у нас серии «Пон Таффер» производства торгового дома «Кессон». Вы знаете, у нас в Одессе не принято ходить в гости с пустыми руками. Обычно мы приходим с тортиком, с тортиком же и уходим. Но сейчас я хочу вам вручить подарки. Буду их забирать с собой, конечно же. Но поскольку подарков у меня на всех не хватит, то я предлагаю их немножечко разыграть. Я буду задавать совсем простые вопросы, которые шли по ходу презентации. Вы поднимаете руку, вам дадут микрофон, после чего, соответственно, мы будем вручать вам подарки. Итак, скажите, пожалуйста, какая же норма расхода данных препаратов? Препаратов-плантаторов? Только давайте по руке. Другу можно? Вы согласны? Нет. Нет. Все правильно. 5 грамм на 2 литра и 25 грамм на 10 литров воды. А при работе на больших площадях можно в первый ряд микрофон? Это 8 килограмм на александр. Это если в капельку, да? 5-6. Для закрытого лунта 150-200 грамм в теплице и 250-300 грамм. Итак, у нас есть два победителя. Ну, был более полный ответ с первого ряда. Можно мы вам вручим такой азотный плантатор. Пожалуйста, вручите девушке. Ну, и, конечно же, мы не можем оставить без подарка. Ребята, давайте, пожалуйста, подарок. Давайте вот такой вот замечательный постный плантатор. Мы передадим девушке, которая предлагала нам работать на малых площадях. Да, еще раз напомним, что норма расхода 5 грамм на 2 литров воды и 25 грамм на 10 литров воды. Скажите, пожалуйста, какие, что входит вообще в состав препаратов серии плантатор? Минеральный азот, калий, фосфор. Макроэлементы, да. Макроэлементы, витамины и фитоглумоны. Так, дополнить кто-то хочет? Аминокислоты. Аминокислоты. Передайте микрофон чуть-чуть ниже. Мезоэлементы, микроэлементы, прилипатель, плантаторы. Абсолютно верно. Макроэлементы, микроэлементы, мезоэлементы, а также дополнительные преимущества. Это у нас аминокислоты, фитоглумоны, витамины и прилипатель. Итак, у нас победителя. Давайте мы вручим вот такой вам плантатор цветения, бутонизация. Дома человека, который на толковный ответ, и обязательно вычтите. Девушки, следующий подарок. У меня еще есть призы. На следующий укос я сделаю, чтобы было честнее. Скажите, какие препараты входят в серию или в линейку плантатор? Тогда их название или, может быть, по макроэлементу, может быть, по тому элементу, который находится в максимуме. Кто у нас хочет еще получить подарок? Передайте, пожалуйста, микрофон. Тут я разбухнул. В большинство галере, в большинство от задниц. Ну, спасибо вам. Спасибо в любом случае. Напомню еще раз, что серия препаратов «Плантатор» состоит из 5 видов удобрений. Это начало дозревания азотное. Это цветение и бутонизация фосфорная. Это дозревание плодов или универсального удобрения 3,20-ки. И это дозревание плодов 5, 15, 45, калийное удобрение. Вручите, пожалуйста, моему дому и человеку подарок. Можем немножко аплодисментов. До праздника. До праздника. Следующий подарок я обращу тому. Это калийное удобрение 5, 15, 45. Который же мне расскажет, какова основная роль калия в жизни, в развитии растительного организма. Зачем вам нужны калийное удобрение? Можно на первый ряд? Первый ряд. Калийное удобрение. Калийное удобрение без всего вносится для того, чтобы рослинок лучше лежали и ярко. Для участия, да. И все, что осень, вот осень, вот самый лучший нос, и не, я не скажу, что именно целый период носится калий должен быть, но все-таки осень есть. Да, вы сказали, самое главное, вы сказали, что клинья удобрения направлены на увеличение легкости конечной продукции, да? Вот эту, так сказать, тезис я вынул. Кроме всего прочего, хочу напомнить, когда я сзала сейчас услышал, что калийные удобрения отвечают за увеличение, за накопление сахаров, когда речь идет о плодовых культурах. И, собственно, что мы должны для себя понять, что калийные удобрения ведут на увеличение качества конечной продукции. Вручите, пожалуйста, приз. У меня осталась последняя килограммовая упаковка фондатора, фосфорно-калийное удобрение, о котором я говорил. И просто хотелось бы вот задать вам вопрос, вот, для каких целей вы бы посоветовали данное удобрение вот вашим клиентам? Вот они спрашивают, интересуются, скажите, вот такой вот, ну, завязь. И, конечно же, да, вообще фосфорно-калийное удобрение для каких целей мы их можем использовать? Можно повторять микрофон? Плантатор завязь можно использовать при подготовке древесины к зиме и, например, для обозревания виноградной лызы. Абсолютно верно. Это одно из направлений. Фосфор у нас влияет на укоренение, когда нам нужно, собственно, разбить корневую систему. Калийное удобрение влияет на накопление сахаров, как мы уже говорили, Причем не только в хозяйственно-полезной части продукции, но и в многолетней древесине речь идет о плодовых. И вот здесь речь идет о винограднике. В общем, пожалуйста, девушки, аплодисменты. Спасибо вам за внимание. Да, мы продолжаем нашу презентацию. Как я уже говорил, помимо препаратов, предназначенных для листовых кормов, у нас есть препараты, предназначенные для кредневых кормов, проще говоря, в капельку в орошении. В принципе, капельное орошение – это хорошо известный всеморкотехнический прием, который уже используется на территории Украины достаточно давно. Сейчас его активно используют как при выращивании на больших площадях, в садах, овощных культурах, ягодных культурах, так и в малых масштабах, на огородах, клумбах и тому подобного. В чем преимущество капельного орошения? Капельное орошение, во-первых, позволяет использовать сравнительно небольшое количество воды, то есть на лицо его экономическая эффективность. Плюс оно позволяет подавать воду непосредственно корневой системе. И главное, оно позволяет подавать помимо влаги корневой системы, позволяет подавать питательные вещества. Собственно, именно для этих целей предназначены препараты серии «Мастер Акро». На сегодняшний день линейка препаратов «Мастер Акро» включает в себя 18 наименований. Мы не будем на всех их останавливаться, и я лишь укажу, что их можно условно разделить на две большие группы. Препараты «Сад и Огород» и препараты для декоративных растений. Препарат вообще, в принципе, упаковка, название «Фасовка» данных препаратов разработаны специально для удобства конечного потребителя. Да, мы говорим о «Мастер Акро» из серии «Сад и Огород». Они представлены на 100-граммовых упаковках, поскольку, собственно, данные культуры требуют большего внесения питательных элементов. Когда мы говорим о декоративных растениях, то «Мастер Акро» идет в 25-граммовых упаковках. Почему в 25-граммовых упаковках? Потому что, как мы с вами выяснили, 25 грамм на 10 литров воды для наветров воды, чтобы человеку было понятно и в доме. Кроме того, названия препаратов данной линейки совпадают с названиями выращиваемых человеком культур. Если, вот у меня сейчас в руках для цветущих растений «Мастер Акро» есть, у нас скажут, например, «Мастер Акро для роз». То есть, человек к вам приходит и говорит, «Мне нужно удобрение для роз, вы ему можете смело порекомендовать «Мастер Акро». Он видит, ага, я выращиваю розу, удобрение для роз, совпадение 100% берут. Замечательно. Итак, мы с вами поговорили о корневых и не корневых подкормах. Это, как я уже говорил, просто необходимость на сегодняшний день превращивания любой культуры. Но у подкормов всех видов есть один маленький недостаток. Или даже, я бы сказал, не недостаток, а особенность. Особенность эта заключается в том, что они не могут заменить основное питание. То есть, удобрение в почву все равно вносить придется. Для того, чтобы было понятнее, в каких масштабах, насколько это разные технические приемы, я скажу, чтобы заменить основное питание подкормками, нужно в среднем проводить 30-40 подкормок за вегетацию. А на некоторых культурах еще больше. Естественно, это никто не будет делать и с экономической точки зрения, и с физической, и чисто технической. Поэтому существуют основные минеральные удобрения. Минеральные удобрения – это неорганические соединения, которые содержат в себе питательные элементы, в форме минеральных солей. Еще раз хочу подчеркнуть, что в основных удобрениях питательные элементы находятся именно в форме минеральных солей, а не в хелатной форме, доступной для растений, как это было в препаратах «Плантатор» и «Мастер Агра». В принципе, обычно минеральные удобрения предназначены для внесения непосредственно в почву. Там они усваиваются почвы, и уже из почвы растение берет необходимые для своего развития питательные элементы. Обычно в течение за год выполняется три внесения минеральных удобрений, вносится три раза. При вспашке грунта, при перекопке грунта, то есть по похоте перед посевом, и во время укоренения и активной вегетации растений. Все минеральные удобрения можно разделить на простые и сложные. Простые удобрения, или так называемые односоставные удобрения, содержат в своем составе только один из питательных элементов, обычно макроэлементов. То есть, например, это могут быть азотные, фосфорные или калийные удобрения. То есть, например, карбамид – азотное удобрение, фосфорное, калиймагнезия – калийное удобрение. В состав сложных препаратов входят два или более питательных элементов. Причем, какие конкретно элементы входят в состав того или иного удобрения, можно понять из его названия. То есть, приставка «нитро» или «амо» говорит нам о наличии удобрения азота, фосфора, калия. То есть, хорошо всем нам известная нитроамофоска содержит в себе три макроэлемента – азот, фосфор, калий. Именно эти элементы входят в ее состав. А вот сама нитроамофоска входит в состав серии препаратов «Агроном» производства торгового дома «Кисон». На сегодняшний день серия препаратов «Агроном» состоит из трех видов удобрений. Это комплексное удобрение нитроамофоска, это моноудобрение «Карбамид» и обмяченная «Селитра». Собственно, хочется продолжить традицию розыгрыша подарков. Как я уже говорил, нитроамофоска – это комплексное минеральное удобрение. В ее состав входит 16% азота, 16% фосфора, 16% калия. Чаще всего нитроамофоска применяется как основное внесение, то есть при перекопке грунта для того, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными макроэлементами. Что же касается моноудобрений «Карбамида» и обмяченной «Селитры», это азотные удобрения, в которых азот находится в разных формах. И, собственно, хочется у вас спросить или попросить напомнить мне, в каких формах азот у нас бывает вообще удобрение в почве и доступных для растений? Можно? Микрофон. Нитратный аммиачный азот. А еще? Не помню. Может, что-то добавят? Есть три формы, я подскажу. Итак, есть три формы. Аммибий. Аммибий. Вручите в любом случае подарок, пожалуйста. Итак, азот у нас бывает удобрения в трех формах. Нитратный, аммонийный и амидный формы. В составе препарата «Карбамид» азот находится именно в амидной форме. Причем валовое содержание азота в нем больше по сравнению с аммиачной «Селитрой». Здесь азота 46%, а аммиачной «Селитрой» 34%. Причем аммидная форма азота, она наиболее подвижная, наиболее доступная для растений. Но здесь есть определенного рода нюансы. Нюансы заключаются в том, что при заделке в грунт аммидная форма азота не только легко поглощается растением, но и просто, проще говоря, так сказать, сленгом улетучивается. Поэтому, собственно, данное удобрение... Кстати, возможно, вы не напомните сейчас. У нас есть два вида азотных удобрений – аммиачная «Селитрой» и «Карбамид». Каким из этих удобрений можно работать по листу? Я говорил, что, в принципе, минеральное удобрение... «Карбамид». Передайте, пожалуйста, подарок. Вот вам, собственно, карбамид. Работаете по листу, да? Предлагаете. Да, мы действительно знаем, действительно, карбамидом можно работать по листу. Причем карбамид – это как раз-таки универсальное удобрение. Можно работать и по листу, его можно давать и в каплю, его можно непосредственно вносить в почву. Но действительно нужно учитывать, что в аммидной форме азота очень хорошо поглощается растениями. Но здесь есть определенные нюансы. Когда мы работаем с карбамидом при листовых подкормках, вообще сами по себе листовые подкормки можно проводить только при определенном температурном режиме. На большинстве растений карбамид будет усваиваться нижний порог, его будет не меньше 12 градусов, верхний порог, в зависимости от уже конкретной культуры, 25-27 градусов. Соответственно, нужно также учитывать, что когда мы работаем карбамидом, когда мы вообще исполняем листовую подкормку, нужно учитывать, что если это производится в летний период времени, в летний период вегетации, мы не можем работать на свету, поскольку и увеличивается и температура самого листа, и, собственно, капли, которые мы используем для опрыскивания, они могут работать как линза. В отличие от препарата карбамидом, аммиачная селитра в основном используется для внесения в почву. Действительно, мне задавали вопросы, что есть такая практика работы аммиачной селитры по листу для вникороневых подкормок. Да, действительно, такая практика есть, такая практика существует, но ее можно использовать, ее могут применять только люди, которые хорошо набита рука. И, в принципе, рекомендовать использовать аммиачную селитру для вникороневых подкормок нельзя и не стоит. Ее преимущество заключается в том, что форма азота, в которой находится в ней, а именно в ней находится аммонийная форма и нитратная форма азота. Данную форму азота растение поглощает при низких температурах, то есть ее эффективно заделывать непосредственно в почву, непосредственно в грунт, в частности, работать, когда у нас погодные условия соответствуют низкому температурному фону. Итак, как я уже говорил, в аммячной селитре у нас находится азот в двух формах, нитратный и аммонийный. И я, знаете, сейчас с огромным удовольствием вручу этот пакетик аммячной селитры тому человеку, который, собственно, скажет, какая из форм азота более подвижна, аммячная или аммонийная, и, соответственно, лучше поглощается растение в более эффективное место. Аммиачная. Еще можно руки? Ну, аммиачная, аммонийная, это связывается с почвами. Ну, во-первых, тут нитратная есть и аммонийная, да, то есть две формы. Нитратная форма азота. Совершенно верно, действительно, нитратная форма азота, она более подвижна, она лучше поглощается растением, но у нее есть один нюанс, она, собственно, и хорошо вымывается в нижние слои почвы и в грунтовые воды в целом. Аммонийная форма азота, она имеет более пролонгированный период действия и, соответственно, потихонечку переходит в нитратную форму. Включите, пожалуйста, подарок нашему эксперту. Итак, мы с вами говорили о минеральных удобрениях, о удобрениях, предназначенных для корневых подкормок, для некорневых подкормок, для основных минеральных удобрениях, которые предназначены для внесения в почву. Что нужно понимать? Для того, чтобы получить, и что нужно понимать, и что нужно донести непосредственно до растеневода, для того, чтобы получить хорошую, качественную продукцию, и чтобы ее было много, и чтобы обеспечить ватт, нужно в первую очередь обеспечить растения элементами питания. Если вы донесете эту информацию до своих клиентов, сможете разложить, то они обеспечат вам хорошие продажи, чего, собственно, я вам и желаю. Спасибо вам большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok